Всем большой привет, мои дорогие! С вами снова Таня. Благодарю вас за то, что вы заглянули на мой канал. Сегодня у нас будет видео на такую достаточно скользкую, я бы даже сказала, скандальную тему. Сегодня поговорим про увеличение губ гиалуроновой кислотой. Расскажу вам о своем опыте. Я сделала эту процедуру две недели назад. И сегодня я расскажу вам все от и до, что, как, зачем и почему. И вообще, довольна я результатом или недовольна. Скажу вам честно, я долго раздумывала, а стоит ли вообще снимать видео на эту тему. Потому что перед тем, как пойти и сделать губы, я посмотрела много роликов других блогеров. И там всегда в комментариях творится какая-то жесть. Приходит очень много людей, которые крайне категорично и негативно настроены к инъекционной косметологии. И начинают блогера просто поливать литрами грязи. И поэтому я хочу сразу же попросить всех таких людей, кто не любит, не понимает, считает омерзительной и отвратительной инъекционную косметологию. Пожалуйста, просто закройте это видео и не надо вливать ваш негатив у меня в комментариях. Мой канал, это мой любимый уголок, мой такой виртуальный дом. И я здесь гадить не позволяю. Просто закройте это видео. Это видео для тех, кто к косметологии относится положительно, кому интересна эта тема. Это видео для вас. И я надеюсь, что оно будет для вас интересным и полезным. И давайте перейдем непосредственно к теме. Начну с того, вообще зачем я пошла на эту процедуру, что меня не устраивало. В принципе, губы у меня тонкими не были. У меня были нормальные средние по объему губы, но мне не нравилось, что верхняя губа значительно уже нижней. И что верхняя губа очень асимметричная. Это не слишком просталось в глаза, когда губы накрашены. Но когда они были не накрашены, это было очень заметно. И плюс, когда я красила губы, у меня постоянно был челлендж. Нарисую ровно губы, чтобы правая и левая сторона верхней губы выглядели одинаково. С одной стороны приходилось рисовать гораздо выше контура, с другой стороны по контуру. И, в общем, ну, короче, мне это все не нравилось. Мне хотелось сделать губы чуть пухлее и немножко поправить асимметрию, насколько это возможно. Получилось это или нет, по моему мнению, расскажу об этом дальше. Второй пункт. Чем мне делали губы? Мне, конечно же, их делали препаратом гиалуроновой кислоты. Никаким не биополимером. Все делают на этом акцент в своих отзывах, в своих роликах. Потому что это действительно очень важно. Ни в коем случае не разрешайте вам вкалывать в лицо, да и вообще куда бы то ни было, биополимер. Потому что это тот материал, который сам не рассосется. И вам придется удалять его хирургическим путем. Гиалуроновая кислота, это же совершенно другое. Уколов себе губы, вы не делайте это навечно. Постепенно губы просто будут возвращаться в прежнее русло и гиалуронка будет рассасываться. Плюс, если вдруг вам категорически не понравился эффект, всегда можно вколоть гиалуронидазу. По-моему, так называется этот препарат. И просто ваши губы рассосутся. Собственно, именно возможность все откатить назад и вернуть, как было, меня и подтолкнула на то, чтобы я все-таки пошла и сделала. Я очень долго, несколько лет я думала о том, чтобы пойти и сделать. Все думала, 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 думала. Я никак не могла решиться. Но, в общем-то, две недели назад я решила, что все, хватит думать. Раз я столько лет уже об этом думаю, значит, надо пойти и сделать. Если вдруг не понравится, вколим гиалуронидазу и все рассосется. Это не необратимый процесс. Кололи мне филер, который называется Soprano Basic. Это израильский филер на основе гиалуроновой кислоты. Врач, у которого я делала губы, очень хвалила этот филер. Она работает именно на этом бренде. В общем-то, она сказала, что это хорошие филеры. Ну, я ей доверилась. Вообще, я уже была до губ у этого врача несколько раз. И она мне нравилась. Я следила за ней в инстаграм, видела ее работы. И, в принципе, у меня было к ней доверие. Я видела, что и как она делает. Она очень, кстати, часто проводит прямые эфиры. И показывает в прямом эфире, как она какие-то инъекции делает пациента. И, в принципе, если вы думаете над тем, чтобы сделать себе губы или что-то еще себе вколоть, обязательно ищите таких докторов, которые открыто ведут социальные сети и показывают в прямых эфирах, в сторис, как и что они делают. То есть, не просто какие-то фотографии до-после, а именно, чтобы вот такой вот лайф-формат был, вы могли реально посмотреть, как работает доктор. Ну и, конечно же, супер важный момент, чтобы это был именно доктор, именно врач с высшим медицинским образованием, а не косметолог-эстетист, который закончил колледж. Как вообще вся эта процедура проходила? Я пришла на прием, доктор меня расспросила, что и как я хочу. Я сказала, что у меня самый главный запрос, чтобы мои губы не выглядели как утины, чтобы у меня не было огромных гигантских губ, потому что я считаю, что это некрасиво. И чтобы мне подкорректировали мою асимметрию, насколько это возможно. Она послушала меня, сказала, да, окей, сделаем. Возможно, все это на твоих губах. Дальше мне нанесли анестезию аппликативную на губы, то есть крем и сверху пленочку. И доктор оставил мне так лежать 20, по-моему, минут, чтобы губы подзаморозились. И, кстати, анестезия была на выбор. Можно было, в принципе, делать без нее, но я очень рада, что я на нее все-таки согласилась. После того, как мне сняли с губ пленку, я почувствовала, что мои губы онемели, заморозились. Я тогда обрадовалась, такая думаю, сейчас, наверное, вообще будет не больно, вообще ничего не почувствую, раз губы у меня так онемели. Но не тут-то было. Я вам скажу сразу, это было очень больно. Это очень болезненная процедура. Я читала много отзывов, и почти всегда, в 99% случаев девчонки пишут и говорят о том, что это не больно. Слушайте, я не знаю, мне было очень больно. Я вообще человек, который к боли достаточно терпимо относится. У меня было много пирсинга на лице, у меня были в ушах туннели 12 мм. Это большие туннели, больше сантиметра. И после того, как мне все это надоело, я решила снять пирсинг, я зашивала мочки ушей. И вы знаете, все вот эти манипуляции по боли просто несравнимы с уколами в губы. Вот реально вам говорю, мне было колоть губы гораздо больнее, чем тянуть туннели и в последующем зашивать их. Это было реально очень больно, особенно на верхней губе, особенно в центре верхней губы. Просто невозможная боль. Мне, знаете, просто хотелось вскочить уже после первого укола, встать, отпихнуть косметолога и просто убежать из кабинета. Я еле-еле вытерпела. Мне тогда казалось, что это просто все длится бесконечно долго. Но на самом деле я посмотрела на часы, прошло где-то минут 10-15. Но казалось, что это очень все долго. В основном уколы были именно в верхнюю губу, так как она значительно была уже нижней губы. В нижнюю, по-моему, 3 всего лишь или 4 вкола было. То есть, прям вот совсем-совсем чуть-чуть. После того, как процедура закончилась, врач дала мне зеркало, чтобы я посмотрела, оценила результат. И вы знаете, когда я себя увидела, у меня просто пропал дар речи. Мне сразу очень не понравилось. У меня были огромные красные раздутые губы. Вот реально как у утки. Я на это все смотрела. И у меня возник только один вопрос. Я говорю, но они же еще сдуются, да? Это же не окончательный вариант. Но тут меня доктор успокоила. Сказала, что да, окончательный вид будет только через где-то 2 недели. 3-5 дней будет отек на губах. И процентов на 30 губы должны стать меньше. Ладно, я решила не паниковать. Сразу же не впадать в панику. Вернулась домой. К вечеру губы раздуло еще сильнее. Я даже не могла есть. Было реально больно. Я не могла сделать вот так вот губы трубочкой. Еле-еле разговаривала. Все горело, болело. На следующий день появились гематомки. В местах вкола, в поверхней губе. Вся губа была в таких мелких синячках. Где-то дня 4 у меня вообще был ужасный внешний вид. Огромные утинные губы с синяками. И верхняя губа. Вы знаете, она просто вот так вот висела над нижней. Она была намного больше. Она прям торчала над нижней губой. И она все это смотрела. И думала, боже, зачем я вообще пошла и это сделала. Я на тот момент была уверена, что спустя 2 недели я пойду колоть гиалуронидазу и все это рассасывать. Потому что мне казалось тогда, что это все не станет выглядеть нормально. Что я так и останусь уткой вот с такими вот огромными губами. Отек с губ у меня сошел только где-то через полторы недели. А не через 3-5 дней. Как сказала мне доктор и как большинство девушек вокруг говорят. У меня почему-то очень долго проходил отек. И все это время верхняя губа была как будто бы резиновая. Она была прям вот такая вот жесткая. Ну, прям вот, ну как резиновая. Я не знаю, по-другому никак не отпишешь. Нижняя губа была в норме, а верхняя резиновая. Спустя 2 недели, к счастью, отек полностью сошел. И сейчас губы мне уже нравятся, в принципе, как выглядят. Но мне кажется, все равно еще не совсем до конца гиалуронка распределилась. Потому что в некоторых местах на верхней губе я чувствую, что она все-таки еще какая-то вот такая плотненькая. И я думаю, что все это еще должно немножко подрассосаться и улечься. Выровнялась ли асимметрия? Да, она стала значительно менее выраженной, но не ушла полностью. Но тут, в принципе, я не могу винить как-то косметолога. Потому что асимметрия зависит еще и от мимики и от прикуса. Тут как бы как ни крути, но мне кажется, идеально не выровняешь. Либо надо докалывать еще сколько-то там миллилитров этой гиалуронки, но тогда уже будут реально огромные губы. А мне такой эффект не нужен. Поэтому мне кажется, что доктор сделала все, что смогла. По поводу разглаживания и увлажнения губ. Сейчас такой очень модный у косметологов трюк. Говорит, что гиалуроновая вот эта кислота, она губы изнутри увлажняет. Я, кстати, на это тоже повелась. И я тоже думала, что сейчас я себе вколю, и у меня губы вообще сохнуть не будут. Будут все-таки из себя увлажненные. На самом деле, девчонки, нет. Это не так. Губы не стали более увлажненными. Они как сохли, так и сохнут. Ровно в таком же режиме, как раньше. Но они стали более гладкими. Просто за счет того, что они более наполненными стали, но не увлажненными. Поэтому мне кажется, что все вот это вот типы увлажнений изнутри, ну, это не более чем такой маркетинговый трюк. Не знаю, в общем. Может быть, кто-то делал губы, они у кого-то реально стали более увлажненными. Но нет, это не мой, к сожалению, вариант. Пойду ли я делать еще раз губы? Конечно, я не хочу зарекаться, но сейчас мне кажется, что нет, не пойду. Потому что, во-первых, это дико больно, во-вторых, очень долгая реабилитация после всего этого. Где-то 5 дней у меня были настолько страшные губы, что мне даже было стрёмно из дома выйти с собакой погулять, в магазин сходить. Потому что губы были огромными истинниками. И даже если на них намазать был там помаду или консилер или еще что-то, все равно это очень было заметно и некрасиво. То есть, если вы собираетесь себе делать губы, лучше делать это в отпуске, когда вам не нужно ходить на работу. Не верьте косметологам, которые говорят, что если вы сделаете в пятницу, в понедельник у вас все будет нормально. 99% что нет, нормально у вас за 3 дня ничего не будет. Поэтому лучше оставьте себе пару недель на реабилитацию. Жалею ли я, что я уколола себе губы? Нет, абсолютно не жалею, потому что я очень долго ходила и терзала себя этими мыслями, а сделать или не сделать, и хотелось, и кололось. Но в итоге я все-таки решилась, и я рада, что я решилась. И теперь я знаю на своем опыте, что это, как это, как это все происходит, какие ощущения после и так далее. В принципе, в целом мне результат нравится. Мне нравится, как сейчас выглядят мои губы. Сейчас у меня на губах еще нанесен Dior Lip Maximizer поверх помады. Это в целом делает губы визуально еще более объемными. Без блеска, без помады губы выглядят меньше и более даже натурально. Поэтому, в принципе, я довольна. Мне нравится, как все это сейчас выглядит. Посмотрим, как все это еще будет, конечно, рассасываться. Как все это будет выглядеть через пару месяцев. И вообще, насколько долго хватит эффекта. Ну, в общем-то, вот такое у меня мнение об этой процедуре. Такие впечатления. Я надеюсь, что мое видео вам оказалось полезным и интересным. Если вы себе делали губки, пишите, какие у вас впечатления от этой процедуры. Было ли вам больно? Мне вот очень интересно. Может быть, я одна такая, кому было просто нереально больно. В общем, делитесь в комментариях вашим опытом. Это будет очень полезно и мне, и другим зрителям. И спасибо большое всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой инстаграм. Всех вас целую и обнимаю. Желаю вам прекрасного дня и солнечного настроения. Пока-пока. До встречи в новых видео.